Польша заинтересована в трудовых мигрантах из Узбекистана. Традиционно большинство узбекистанских трудовых мигрантов приезжают на работу в Россию. Последние годы становится все более привлекательной работа в Евросоюзе. Там одна из наиболее благоприятных стран для узбекистанцев – Польша. С 2017 года количество работников из Солнечной Республики в Польше выросло в 3,5 раза. Почему же Польша становится наиболее привлекательной для трудовых мигрантов из Узбекистана? Какие вакансии для жителей СНГ предлагают польские работодатели? На какой уровень зарплат могут рассчитывать Польши узбекистанские трудовые мигранты? Почему Польша? Еще в 2017 году Агентство внешней трудовой миграции при Министерстве труда Узбекистана подписало соглашение с губернаторами двух польских воеводств и с руководством 10 крупных предприятий работодателей о возможности легального найма на работу граждан Республики Узбекистан. В последующие годы сотрудничество Государственного агентства с польскими региональными властями и работодателями укреплялось и расширялось. К началу 2020 года соглашение о найме узбекистанских граждан подписали уже 26 польских компаний. Еще более 60 компаний обратились за содействием в привлечении узбекистанских рабочих. Работодатели выразили готовность предоставлять жилье, гарантии безопасного труда, стабильную заработную плату вышеноминальной, а также правовую и визовую поддержку. Уже на начало 2020 года польские предприятия предоставили более 3000 вакансий для мигрантов из Узбекистана. Благодаря межгосударственному сотрудничеству рабочие из Узбекистана будут чувствовать себя в Польше гораздо увереннее. Преимущество Польши для трудовых мигрантов. Заинтересованность польских работодателей в работниках из стран СНГ. Высокая заработная плата по сравнению с ее уровнем в родной стране или России. Стоимость жизни, не превышающая стоимость жизни в России. Во многих случаях достаточно русского языка, которым владеют практически все узбекистанцы. Богатые возможности для трудоустройства, так как имеется много вакансий для людей с разным уровнем квалификации. Возможность позднее переехать в Германию или Швецию. Наиболее востребованные профессии в Польше. Повара в рестораны и кафе. Зарплата от 2900 до 3400 злотых в месяц. Рабочие в супермаркеты. Ставка от 12 до 14 злотых в час. Работницы в кондитерские. Ставка от 11 до 15 злотых в час. Работники склада мужчины и женщины. Продолжительность трудового дня бывает от 10 до 14 часов. Зарплата до 3900 злотых в месяц. Строители разнорабочие. Особенно востребованные специальности плиточников, штукатуров и сварщиков. Ставка от 15 до 23 злотых в час. Упаковщики готовой продукции в производственной компании. Ставка до 15 злотых в час. Водители-дальнобойщики после дополнительного экзамена по вождению. Примерная зарплата от 8 до 12 тысяч злотых в месяц. Наниматель выплачивает командировочные. Озеленители. Обязанности высадка растений в парках и скверах. Уход за ними. Зарплата до 2600 злотых. Квалифицированные электрики, строительные и обслуживающие компании. Ставка от 17 до 20 злотых в час. Другие страны Евросоюза. 5 декабря 2019 года в Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан министр труда Нагербек Якубов встречался с чередучайным и полномочным послом Швеции Ингрид Терсман. Речь шла об открытии представительства Агентства внешней трудовой миграции в Стокгольме. Это значит, что узбекистанские рабочие в Швеции будут иметь такие же возможности, как в Польше. Жители Узбекистана чаще всего выезжают на заработки в Россию. Некоторые находят возможность трудоустроиться в США. Сейчас увеличивается число мигрантов из Узбекистана в странах Евросоюза. Пишите в комментариях, как вы думаете, в каких странах в 2020 году будет лучше всего работать узбекистанцам? Ставьте лайки и подписывайтесь. Мы постараемся подробнее рассказать о возможности трудовой миграции в страны, которые вам интересны.